Он не человек, он коллекционер скальпов. Ищейка. Загонщик. Интервью с Филиппом Лабро, сентябрь 2000 года. Мой фильм «Наследник» был очень хорошо принят критиками и, кроме того, имел большой коммерческий успех. Поэтому мы с Жан Полем очень хотели встретиться на съёмочной площадке снова. Я, между тем, снял ещё одну картину «Несчастный случай и насилие». Она не очень понравилась зрителям. Вот я и подумал, что это, видимо, не мой жанр. И, наверное, мне стоило вернуться к жёстким детективным историям в американском стиле. Я уже придумал нового героя, назвал его для себя «Охотником». Сценарий мы писали вместе с Жаком Ланцманом. Он отличный парень, мой близкий друг. Мы с ним уже работали над фильмами «Наследник» и «Без видимых причин». Одним словом, сели мы за сценарий, ничего не говоря Жан Полю. Потом я поговорил с продюсером, показал ему текст. А он-то прекрасно понимал, что сценарий написан специально для Жан Поля. Продюсеру наша идея очень понравилась. И он, недолго думая, связался с агентом Жан Поля. Агента звали Жерар Лебовиси. Замечательный был человек. Жан Полю так понравился сценарий, который написали мы с Жаком, что он даже решил выступить продюсером этой картины со своей компанией «Чарита Фильм». У нас, конечно, сразу начались серьёзные обсуждения. Ведь он теперь не только играл, но и продюсировал. А вы же понимаете, когда звезда становится продюсером, неизбежно приходится вносить изменения, менять некоторые эпизоды, даже черты героя. Но в целом он был преисполнен энтузиазма. По его инициативе мы решили отказаться от нескольких сцен в сценарии, которые объясняли, как охотник заработал столько денег. А в основном мы придерживались одного мнения. Нам хотелось показать людей, которые похожи на диких зверей в джунглях. Показать, как они пожирают друг друга, дескать, человек человеку волк. Я поначалу так и хотел назвать фильм «Звериные джунгли». При этом главного героя зовут Охотник, а его врага — Ястреб. Но мне все говорили, что «Звериные джунгли» — слишком литературное название, слишком искусственное. «Охотник» звучит куда лучше, сильнее. Это название сразу определяет главную ипостась героя, отражает его умение искать, хватать, ловить. Оно о многом говорит зрителю. И, естественно, с таким названием фильм сразу привлечет к себе внимание. Все еще помнят Бельмондо в роли наследника, а теперь он станет охотником. Люди должны увидеть здесь намек на какую-то неординарную интригу. Мы с Жаком Ланцманом уже делали вместе три или четыре фильма. Работать с ним было одно удовольствие, ведь он писатель, как и я. Он обладает особым видением сюжета, сцен, линий. Ему замечательно удаются диалоги. Он написал немало сценариев к фильмам еще до встречи со мной. Кстати, я стал крестом его сына. Сейчас он, правда, уже вырос. Словом, мы с ним были очень близки, просто как братья. Да, так и есть. Жак Ланцман мне брат по духу. Пусть сейчас мы видимся реже, так бывает, жизнь идет. Я считаю, что он сыграл важную роль в моей судьбе. Мы отлично сработались. Садились друг напротив друга, раскладывали бумаги и начинали, образно говоря, играть в пинг-понг. Перебрасывались идеями. Он мне, я ему. Тут сделаем вот так, а там повернем это. Начало фильма стилизовали под Джеймса Бонда. Сделали первую сцену как отдельную, не связанную с сюжетом историю. А потом уже пустили титры. Потом диалоги. Он одну фразу, я вторую. В титрах написано, что автор сценария и автор диалогов один и тот же человек, Жак Ланцман. Но на самом деле диалоги мы создавали вместе. И даже читали их по ролям. Он за полицейского, а я за охотника. Или он за охотника, а я за жертву. Потом менялись ролями, и я все записывал. Затем я приходил домой, пересматривал готовые эпизоды, что-то подправлял, делал их более кинематографичными, перекраивал план за планом. А на другой день работа возобновлялась. Много месяцев подряд. Вся суть в том, что, несмотря на дружбу и взаимопонимание, мы должны были спорить, критиковать друг друга. Ведь в споре рождается истина. Работать можно и втроем, вчетвером. Вы же знаете, что нередко над сценариями великих картин работают 3-4 человека. Я всегда говорил своим друзьям, прочитайте титры фильма Феллини. Там ведь не он один автор. Там четверо сценаристов. Но считается, что это фильм Феллини. В нашей работе с Жаком было взаимопонимание, некий симбиоз. Мы точно понимали, что хотим сказать. Мы хотели рассказать историю человека, который ловит других людей за деньги. В принципе, он является альтернативой полиции, хотя действует в одиночку. И в какой-то момент он начинает еще более трудную и опасную охоту, из-за которой он будет попадать в разные непростые ситуации. Причем, каждая из них — отдельный маленький рассказ. А потом Жак свою работу завершил. Сценарий был готов, эпизоды расписаны, и я подключил к делу своих ассистентов и начал готовиться к съемкам. Сценарий стал потихоньку превращаться в фильм. Хотя и во время съемок, и в процессе монтажа, я еще не раз вызывал к себе Жака, мол, посмотри-ка эту сцену, как она тебе. Всегда надо прислушиваться к чужому мнению. В начале фильма, после первого эпизода, о котором я говорил, начинается завязка, когда охотнику дают то самое трудное задание. Он должен распознать, схватить или даже уничтожить опасного преступника по прозвищу Ястреб. Охотник против Ястреба. Так вот, этот Ястреб убивает людей направо и налево. Он, скажем так, необычный бандит. Он совершает преступления не только ради денег. Он не принадлежит к мафии. Он одиночка, как и охотник. Он психопат, опасный маньяк. Уже не помню, возможно, сам Жан-Поль посоветовал мне взять на эту роль Бруно. Они, приятели, вместе окончили высшее театральное училище. Как бы там ни было, меня, как и многих других французских режиссеров, сразу покорил талант Бруно Кремера уже после одной из первых его работ в картине Пьера Шандорфера «317-й взвод». А ведь у Шона, как мы его называем, ой, нет, простите, конечно, у Бруно, есть качество, то есть было раньше. Сейчас-то он заматерел, сыграл Мегре, но тогда, в молодости, когда снимали «Охотника», он был таким крепким парнем, весь как натянутая струна. Он вносил в кадр напряженность и загадочность. Особенно это его полуулыбка, чуть ироничная и холодная, как у прирожденного убийцы. А еще глаза, удивительные глаза, зеленые, пронзительные, будто призывающие к ответу. Короче говоря, даже при том, что Кремер прежде не играл подобных ролей, нам его кандидатура показалась идеальной. И сам он тут же согласился. Сценарий его очень заинтересовал. Вообще, актеры всегда стремятся сыграть именно то, чего они еще не играли. Ну и наверняка ему очень хотелось поработать на одной площадке с Жан Полем. Кроме этих двух главных героев, надо было еще утвердить артиста на роль молодого парня. И мы выбрали одного из молодых, тогда еще никому неизвестных ребят. А потом уже выбирали всех остальных на второстепенные роли. Это мой любимый этап работы. Когда я вместе с ассистентами по подбору актеров распределяю эпизодические роли. Тут нам есть чему поучиться у американцев. Но, впрочем, не только у них. Ренуар, Мельвиле, Жак Бекер тоже придавали этому большое значение. Самая маленькая роль должна прозвучать, оставить след. А зрители должны запомнить персонаж. В «Охотнике» очень много таких мелких персонажей. Это и убийцы, и охранники в тюрьме. И на каждую роль мы очень скрупулезно подбирали актеров. Тем более, что у меня была сквозная идея фильма «Порочность нашего мира». Вот я и набирал их, как зверей в джунгли. По сути, все они там звери. Есть один агнец, тот самый парнишка, которым охотник воспользовался, чтобы выйти на след ястреба. Но все остальные-то хищники. Словом, работать было очень интересно. Я все время спрашивал себя, а как бы на моем месте поступили мэтры? Например, Джон Форд, Говард Хоукс или Пекин Па. В ту пору они были моими кумирами, в чем не стыдно признаться. Особенно меня потряс побег со Стивом Макуином и Элли Магроу. У меня даже есть целый эпизод в «Охотнике», который я, конечно, не украл у Пекин Па, а как бы ему посвятил. Что касается Жан-Пьера Мельвиля, то он необычайно дорог мне не только как режиссер, но и как человек. Мы с ним очень дружили. То была дружба соратников, двух одержимых, двух синефилов до мозга костей. Он был маньяком кино, и я тоже. Вдобавок, мы с ним жили неподалеку. Ему очень нравились мои статьи, которые я тогда писал в перерывах между съемками. А я обожал его картины, восхищался ими. Он меня многому научил, и я не раз прибегал к его помощи, когда снимал свой второй фильм. Нет, понятно, что он не правил мои сценарии. Он просто говорил со мной, показывал мне разные картины в своем кинозале. Бывало, звонит мне около полуночи. Я уже домой пришел, а он говорит, давай быстро ко мне, я запускаю аппарат. И я снова одеваюсь и бегу к нему со всех ног смотреть его любимого Роберта Уайса. Так что Жан-Пьер, чей фильм «Красный круг» можно без сомнения назвать жемчужиной, совершенством стиля, он во многом на меня повлиял. Например, долгие сцены погони, длинные эпизоды без единой реплики навеяны картинами Мельвиля. Помните, когда охотник бежит за фурой? И потом обратите внимание на палитру фильма. Она довольно мрачная, темная, потому что такая стилистика требовала множества ночных сцен. В этом тоже чувствуется влияние Мельвиля, его сурового мужского кино. Ведь он режиссер мачо. Между прочим, в «Охотнике» нет женских ролей. Одна женщина была, но даже ее при монтаже мы вырезали. Нет, не подумайте, она была очень красивой и прекрасно исполнила роль. Но картина довольно длинная, и я подумал, что этот эпизод нарушает ритм действия. Я считаю, что детективное кино, триллер, это скорый поезд, который летит во тьму, и его нельзя останавливать на каждом полустанке. Возвращаясь к Жан-Пьеру Мельвилю, должен сказать, конечно, что в моем фильме есть какие-то намеки на его творчество. Уже не помню, какие надо пересмотреть. Мне нередко случалось вставлять в картину какую-то деталь, допустим, шляпу, ружье, пистолет, костюм или даже определенного актера из фильмов Мельвиля. Один из таких актеров – Жан Негронни. Он сыграл у меня одного из бандитов, который является неким связующим звеном. Вы помните ту сцену в стиле Пекинпа в заброшенном доме, где все начинают стрелять друг в друга из помповых ружей? Негронни пленил меня в картине Мельвиля «Второе дыхание». У него там был очень яркий персонаж. Сицилиец. Такой загадочный, в белом гриме. Это черно-белый фильм. Но я пригласил его именно благодаря нашей общей дружбе с Жан-Пьером. Я так ему и сказал, «Вы прекрасный актер, я вами восхищаюсь, однако этот персонаж мне нужен, чтобы отдать дань уважения Жан-Пьеру». Роль была небольшая, но он согласился по той же причине. Главное в «Охотнике» это, конечно, действие. Эмоции тоже есть. Например, главный герой испытывает симпатию к тому парнишке и ненависть к ястребу. Но все же он человек действия. Все они люди действия. Они должны постоянно совершать какие-то поступки. Угонять машины, сбегать из тюрьмы, стрелять, бежать, драться и так далее. Я снимал одну сцену с Жан-Полем в окрестностях Перпеньяна, когда он вырубает охранника рядом с такой огромной фурой, а потом оттаскивает его оглушенного в сторону. В этом эпизоде хорошо показана его сила, его подготовка и, конечно, его страсть к экшену. Бельмондо просто не подражаем в таком жанре. И вот он тащит живого человека за собой, он его тянет, словно мешок, оттаскивает в сторону, куда-то на гравий и там кладет. Я заставил его сделать три дубля. Такое упражнение заставляет работать мышцы спины. А парень, который играл охранника, оказался очень тяжелым. Вот и все. Сняли, на том дело и кончилось. Несколько дней спустя мы снимали уже другую сцену, где-то на востоке под Парижем. Уже не помню точно, где. Охотник только что сбежал из тюрьмы. Он еще в тюремной робе, то есть в сером таком костюме. И вот он догоняет грузовик, цистерну, в которой увозят его напарника, того мальчугана, что сидел с ним в одной камере. Он бежит по холмам вдоль дороги, успевает догнать цистерну, так как дорога идет вверх и цистерна замедляет ход. Охотник сбегает с холма, нагоняет цистерну, цепляется за нее, ведь на цистернах всегда есть такая лесенка, забирается на крышу и идет освобождать своего товарища. В общем, непростая сцена. мы потратили на нее несколько дней. Сделали много дублей. А было еще довольно холодно, знаете, пасмурно, туманно. Мне это нравилось, создавало нужную атмосферу. И, само собой, на репетициях мы использовали дублера, поскольку эпизод не монтажный, человек просто бежит, долго бежит вверх и вниз по холмам, а потом выбегает на асфальтированную дорогу. Снимали на несколько камер с разных планов. Я же знал, что подобную сцену нельзя повторить 20 раз подряд. Тут много дублей не получится. Вот я и взял две или три камеры. Как правило, на такой эпизод приходится 2-3 дубля. В общем, Жан-Пуль пробежал как положено, пыхтел, отдувался, морщился. Он всегда играет очень натурально. Я сказал, что неплохо бы повторить еще раз. Он говорит, ладно, без проблем. И пока я давал указания ассистентам, он отошел к себе в фургон отдохнуть. Такие съемки очень выматывают. Но человек, он тренированный, к тому же отдохнул. Начали снимать второй дубль. И тут я заметил, что лицо у него слишком уж перекошено. Но мне он ничего не сказал. Поймите, он же продюсер картины. Он заинтересован в том, чтобы сделать все идеально. Только потом от кого-то из съемочной группы, то ли от гримерши, то ли от костюмерши, а может и от агента Жан-Поля, который тоже приехал и присутствовал на съемках. Я узнал вечером или даже на следующий день, что когда Жан-Поль тащил того охранника по гравию, он серьезно повредил себе спину. Ему было очень больно. Все мы знаем, как это мучительно, боль в спине, с кем не бывало, чума нашего века. Но с такой спиной ему совсем нельзя было бежать. Ведь каждый шаг, каждое движение, каждый прыжок, не говоря уже о подъеме по железной лесенке на крышу, а цистерна тем временем ехала, все это требовало от него нечеловеческих усилий. Но он еще и скрывал боль, потому что никто о ней не знал. Он проявил редкое мужество и профессионализм, невероятную выносливость. Но это был его сознательный выбор. Он думал, я продюсер фильма. Если мы остановимся, прервем съемки из-за несчастного случая, не помню, как это называется, есть какой-то термин, мы просто не уложимся в график. Мы, конечно, могли снять несколько планов без него, но это заняло бы максимум день. Два-три кадра там, панораму тут, а потом Жан-Поль все равно нам понадобился бы. По-моему, это был выбор и мужчины, дескать, я могу справиться с чем угодно, но еще и выбор продюсера. В любом случае, это был отважный и самоотверженный поступок. После этого, хоть я и раньше относился к нему очень тепло, подружески, я им восхищался, но тут он меня даже не то, чтобы поразил, а можно сказать, очень тронул. Да, очень глубоко тронул. Обычно актеры и актрисы, которых приглашают на главные роли в крупных проектах, а охотник действительно был крупной и дорогой картиной, так вот, они очень избалованы. Все вокруг них вертятся, пылинки сдувают, стоит им чихнуть, как съемки останавливаются, им несут горячий грок, укрывают пледами, ставят обогреватели в фургон, а тут ничего подобного. Картина вышла уж не помню точно когда, по-моему, зимой, премьера была громкая, ее широко освещали в прессе, повсюду висели афиши, мы сделали множество копий, но, тем не менее, фильм не имел того коммерческого успеха, на который мы все рассчитывали. Критики восприняли его сдержанно, они не увидели в картине того, что я хотел сказать, не заметили аллюзий на творчество Пекинпа, а отнеслись к фильму как к одной большой драке, к развлечению, экшену, детективу, хотя это никакой не детектив, это приключенческий фильм, другой жанр. В общем, они нас не ругали, но и не сильно хвалили. Надо сказать, что в ту пору фильмы Бельмондо и без похвалы критиков брали хорошую кассу. У нас тоже были неплохие сборы, но всего лишь неплохие. А ведь тогда в 70-е годы Бельмондо был едва ли не самым кассовым актером. Каждый его фильм продавался во все уголки земного шара и выдерживал до миллиона просмотров. Представьте себе, мы не дотянули до этой цифры, что меня очень задело. жанр. Да и жанр. Жан-Поля тоже, хоть он это и не показывал. Он охотно давал интервью, участвовал в раскрутке фильма и никогда не обижался за меня. Хотя, когда меня спрашивали о моих режиссерских работах, и в частности об охотнике, я всегда откровенно говорил, у меня нет комплексов. Видно, я что-то сделал не так. И если картина не имела большого успеха, виноват только я. Несмотря на обилие событий в фильме, на постоянное движение, мне не удалось выдержать ритм. В нем есть некоторые провалы. Теперь я это понимаю. То есть, я давно уже это понял. Кое-какие сцены затянуты, не проработаны. Но как бы там ни было, картина не провалилась в прокате. Она успешно прошла за границей. Ее хорошо приняли в провинции. Жан-Поль Бельмандо, продюсер и актер, на режиссера картины не обижался. Наоборот, он меня защищал. Он говорил, что я не прав, что фильм отличный, и что он сохранил о нем самые приятные воспоминания. Что до моих воспоминаний, хотя это не то слово, дружба-то никуда не делась, я могу сказать, что мы с Жан-Полем сняли две полнометражные картины в полном согласии. Пусть мы с ним из разных миров, пусть мы по-разному смотрим на многие вещи. Мы были отличной командой и остались хорошими друзьями. Правда, видимся нечасто, что нормально при нашем образе жизни. Но мы как бы негласно поклялись друг другу в дружбе и верности. И никогда у нас не было размолвок. Мы ни разу не ссорились, даже задумали еще одну картину, о чем почти никто не знает. Сценарии, между прочим, собирались писать Мишель Адьяр и Патрик Мадьяну. Ничего себе команда, да? Мадьяна Адьяр Лабро. Жан-Поль очень держался за этот проект, но он так и не состоялся по очень непростым причинам. В общем, мы вполне могли снять еще один фильм и при встрече нередко шутим, мол, когда начнем снимать? Да, мы все постарели и посидели, но седые герои тоже очаровательны. Вспомните хотя бы Жана Габена или Марвина. Словом, ни к чему зарекаться. Мне, как режиссеру, очень повезло. Я работал в самых разных жанрах, с очень талантливыми актерами. С Иван Монтаном, с Трентиньяном, Клодом Броссером и с другими. С Депардье, надо сказать, что Бельмондо, как многие артисты, обладал бешеным нравом. И однажды потряс меня, когда разнес в щепки всю декорацию. Ему не понравились эпизоды, что мы отсняли накануне. Я тогда малость опешил, не ожидал такого. Ани Грони мне сказал, ничего страшного, Филипп, теперь вы знаете, что такое артисты в гневе. Актеру порой необходимо выпустить пар, в нем накапливается чересчур много эмоций. К тому же ему необходимо самоутверждение. А может, Жан-Поль у время от времени просто хочется все разнести к чертовой матери. Вот пример у наследника мы снимали в Италии. Там Жан-Поль придумал себе развлечение. По ночам перетаскивал огромные горшки с растениями с балконов римских дворцов к дверям комнат, где спали члены съемочной группы. Видимо, для разрядки ему нужно было сделать что-то такое. Но меня это не раздражало. Напротив, меня заинтересовала в нем эта странная черта. Короче говоря, мы до сих пор дружим. Если уж говорить на чистоту, то я не рискнул бы назвать картину «Охотник» одной из лучших в его обширной фильмографии. Нет, это не так. Наследник получился куда лучше. Думаю, мы оба можем гордиться этим фильмом. Но все равно, даже сегодня я пересматриваю «Охотника с улыбкой». И в нем есть несколько моментов, которые меня по-настоящему радуют. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова